Республиканское управление Роспотребнадзора в течение этой недели планирует проверить сотрудников не менее 40 предприятий на наличие сертификата о вакцинации против коронавируса. За нарушение работодателям может грозить штраф до 150 тысяч рублей. Кроме того, деятельность компании могут приостановить сроком до 90 суток. Об этом сообщила главный санитарный врач Республики Анна Казак на еженедельном оперативном совещании в правительстве. Напомню, с 18 декабря руководители медицинских и образовательных учреждений, предприятий в сфере торговли и услуг, а также правоохранительных органов могут отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты. С нового года это требование распространят на занятых в строительстве и сельском хозяйстве, а также на промышленных предприятиях. Обращаю внимание, что у нас с этой недели наступают контрольные сроки по исполнению постановления главного государственного санитарного врача Республики по вакцинации отдельных групп населений. Уже на этой неделе мы запланировали 40 выходов на предприятия, подлежащих до 18 числа. По данным регионального Минздрава, вакцинацию от коронавируса завершили 1 млн 956 тысяч жителей Башкортостана. Первым компонентом привились 2 млн 133 тысячи. Для достижения коллективного иммунитета вакцинироваться необходимо не менее 3 млн человек. Отмечу, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 490 жителей Башкортостана, 26 скончались от осложнений. 100 млрд рублей инвестиций и 23 подписанных соглашения о сотрудничестве – таковы итоги международной недели бизнеса в Уфе. С предприятиями Казахстана заключено 8 соглашений. На территории соседнего государства планируется запустить совместное предприятие башкирской содовой компании казахстанского «Каустика». На нем будут производить продукцию для автомобилестроения. Также завод станет единственным производителем оксихлорида «Циркония» в СНГ. Объем взаимных инвестиций составляет порядка 1 млрд долларов. Что даст нашим республикам? Объем инвестиций, конечно, большая часть это пойдет в нашу республику. Порядка 650 млн долларов будет инвестировано в создание двух производств. Это 1240 рабочих мест, именно высококолистированных рабочих мест, высокая заработная плата на современном оборудовании. Что позволит лично, как для меня, жителям Стрелитамака, сохранить самых наших умных ребят, выпускников вузов, именно в городе, чтобы они не уезжали в другие города. Предприятие «Оркнефтегаз» и компания «Казак Нэшнл Продакт» заключили договор о сотрудничестве в сфере оказания инженерных услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. Между Республиканским центром развития индустрии халяль и «Кастандарт» достигнуты договоренности о взаимодействии в области сертификации продукции халяль. Торговая сеть «Байрам» и компания «Адл Астрейт» подписали соглашение о поставке продовольственных товаров. По насыщенности программы и количеству мероприятий Международной недели бизнеса превзошла прошлогодний форум. В рамках основной программы состоялось более 40 мероприятий. Было подписано соглашение более чем на 100 миллиардов рублей. Все договоренности, все соглашения и намерения будут интегрированы в Центр управления Республикой и мониторятся в еженедельном формате. Напомню, бизнес-форум проходил в столице Башкортостана 4 дня, каждый из которых был посвящен таким темам, как технологии, экспорт международное отношение Шоссе-Брикс, экономика и бизнес. В деловых мероприятиях приняли участие более полутора тысяч человек, в том числе представители 16 стран. В Уфе модернизируют трамвайную инфраструктуру, чтобы соединить северную и южную части города, обновят подвижной состав. По предварительным оценкам, на это потребуется не более 26 миллиардов рублей. Проект планируется реализовать в течение 25 лет с использованием механизма концессии. Власти Республики намерены привлечь инфраструктурные кредиты с федерального бюджета, а также средства из Фонда национального благосостояния и займ от ВПРФ. Планируется провести реконструкцию существующих трамвайных путей, строительство новых путей. Это будет, естественно, закупка новых трамваев, нового подвижного состава. Это будет обновление тяговых подстанций, которые устарели на сегодняшний день. И сюда же входит реконструкция трамвайного депо, для того, чтобы можно было осуществлять обслуживание новых трамваев. Отмечу, что на федеральном уровне принята программа по модернизации городского электротранспорта. По ней правительство страны до 2027 года намерено выделить регионам инфраструктурные кредиты на 100 миллиардов рублей. Средства можно будет направить на покупку электробусов, строительство зарядных станций, замену трамвайных путей и вагонов. Сейчас Минтранс прорабатывает порядок отбора и критерии оценки проектов, после чего Башкортостан сможет направить свою заявку. По информации регионального Минтранса, на сегодняшний день для реализации проекта рассматривается несколько инвесторов. На поддержку сельского хозяйства Башкортостана из резервного фонда страны выделили полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Львиную долю этой суммы, 434 миллиона рублей, направят на возмещение фермерам части затрат на приобретение кормов. Средства получат предприятия, которые занимаются разведением и содержанием молочного крупного рогатого скота. Еще 64 миллиона рублей выделены на компенсацию расходов для создания и модернизации молочных комплексов, животноводческих ферм и селекционно-семеноводческих центров. Всего на субсидирование затрат на закупку кормов между регионами распределили 10,5 миллиардов рублей. Решение принято в связи с ростом цен. На развитие агропромышленных комплексов было выделено свыше 5,5 миллиардов рублей. Кредитные потребительские кооперативы Башкортостана за 9 месяцев этого года выдали гражданам и организациям 12,5 тысяч займов. Это на 2% меньше, чем годом ранее. При этом общий объем средств, предоставленных пайщикам, увеличился на 30% и превысил 3 миллиарда рублей. По этому показателю регион находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. В то же время объем привлеченных кооперативами средств за год сократился на треть, до 336 миллионов рублей. Напомню, с октября этого года кооперативы могут объединять граждан и организации по территориальному, профессиональному и социальному принципам. Ранее пайщиками одного кооператива могли быть люди из разных городов или даже регионов. И пользуясь этой разобщенностью, недобросовестная организация, кредитные потребительские кооперативы, могли создавать финансовые пирамиды. Соответственно, сейчас КПК будут похожи на кассу взаимопомощи, когда средствами из такого образного общего котла могут пользоваться только знающие и доверяющие друг другу люди. Профессиональный принцип предполагает принадлежность пайщиков к одному работодателю или профсоюзу. А социальный принцип – это объединение по одному общественному объединению. По данным Национального банка, Башкортостан входит в топ-10 регионов России по количеству кредитных потребительских кооперативов. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 59 таких организаций. При этом численность пайщиков с начала года снизилась на 7% и составляет чуть более 19 тысяч граждан из 47 организаций. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.